Дорогоценная церковь Дорогоценная церковь Дорогоценная церковь Дорогоценная церковь Дорогоценная церковь Дорогоценная церковь что мы сегодня можем быть вместе с супругой у вас. Мы оставили своих четверых дочерей дома у себя, но сегодня здесь и у вас, поэтому верю, что это время будет большим благословением как для вас, так и для нас. Слава Богу за вас. Спасибо вам большое. Можно присаживаться. Спасибо большое, группе прославления. У вас замечательная церковь, замечательные пасторы, служители. Я хотел бы коротко совершить молитву и буду приступать к тому посланию, который верит, что Господь приготовил сегодня для нас с вами. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это чудесное время. Мы знаем, что Ты уже был духом Своим здесь, и Ты ожидал каждого из нас. И в Твоем сердце всегда есть больше в наш адрес, чем мы даже готовы принять и чем мы ожидаем. Поэтому сегодня мы приступаем, Господь, действительно с осознанием того, к кому мы пришли, с кем мы имеем дело. И мы знаем, что Господь, Ты сказал, что верующих будут сопровождать все чудеса и знамения. И мы верим Тебе, что мы не уйдем отсюда прежними, и это время нас действительно благословит. И пусть Дух Твой Святой сегодня растягивает наше сердце, наше видение, наше мышление, чтобы мы вмещали все то, что Ты для нас сегодня приготовил. И да будет Тебе хвала и честь. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава Богу, еще раз всех приветствую. Я очень рад быть здесь. Спасибо за оказанное доверие, за честь делиться словом. Я являюсь пастором в церкви у нас в Санкт-Петербурге, в церкви Миссия Благовещения. Знаю, что наш епископ, пастор Дмитрий Шатров, был у вас здесь. И я являюсь его сыном, его помощником. Поэтому слава Богу, что вы даете такую возможность здесь, как говорится, делиться своим сердцем. И то, что я хочу сегодня озвучить, я верю, что поможет по-новому поведению много посмотреть на свои обстоятельства, в которых мы находимся. Знаете, вообще идея умножения, идея расширения, идея того, чтобы нам шагнуть в новый какой-то уровень нашей жизни, это то, что прослеживается на страницах Священного Писания. Иисус сказал, что вы без Меня не можете делать ничего. Но кто пребудет во Мне, и Я в Нем, тот принесет много плода. То есть плод, Его наличие, Его умножение, это Божья концепция, это Его желание. И не нужно бояться развития, которое Бог для нас предусмотрел. Потому что то, что мы наращиваем, как плод своей жизни, это то, что угодно, то, что приятно нашему Небесному Отцу. Если вы вспомните притчу про таланты, где Иисус рассказывает о тех людях, которым был доверен некоторый ресурс, которым люди по-разному распорядились. Один умножил пять талантов, принеся еще сверху пять, другой сверху двух принес еще два, а человек, у которого был один талант, он его спрятал, закопал, сохранил, и мы видим, что Господину это не понравилось. Другими словами, Бог не планировал, чтобы мы просто сохранили то, что у нас есть. Бог не планировал, чтобы мы просто как-то спрятали и пронесли то, чем Он нас наградил. Он показывает этой притчей, в принципе, в Писании, когда появляются первые люди, которых Он сотворил, Он дает им такое наставление, по сути, некую такую, что ли, ну, заповедь, некий вектор, плодитесь и размножайтесь. То есть размножение – это то, что Бог вложил в идею того, которая должна, по сути, нас каждого сопровождать в наших днях, в которых мы сами сегодня находимся. Так вот, как же это умножение мы можем в своей жизни наблюдать? Я знаю, что сегодня многие из нас думали о величии Божьем, о Его могуществе, о Его силе, о том, насколько Он огромен, насколько действительно Он не ограничен в Своих ресурсах. И на страницах Священного Писания мы находим с вами подобные выражения, когда сам Соломон говорит, кто есть Я, чтобы построить Ему дом, если небеса небес не вмещают Его. То есть Соломон показывает, насколько Бог огромен, насколько Он масштабен. Просто сейчас немножко подумайте о Божьем величии, о Его огромных размерах. Когда мы смотрим в эти небеса, видим эти галактики, эти звезды, только одно расстояние от одной звезды до другой уже впечатляет. Когда ты смотришь на эти просторы, на эти огромные протяженностью, длиною в километры массивы леса, когда ты видишь эту огромную гущу воды в океанах, в морях, ты понимаешь, насколько Бог огромен, насколько Он мощный, и ни много ни мало мы являемся Его детьми. Он наш Царь царей, а мы дети своего Царя. Сегодня так получается, что мир развивается. Появляются новые технологии, открываются новые возможности. Люди все больше стремятся к совершенству. В конце концов, ученые отмечают тот факт, что наша Вселенная постоянно расширяется. И именно вот это умножение, расширение пределов и границ, мы находим в Священном Писании. Слово Божье нас подталкивает к тому, чтобы мы не останавливались там, где мы сегодня находимся. Одно из мест Писаний, которые сейчас я прочитаю, Иеремия 32 глава, 17-21 стих. «Господи Боже, Ты сотворил небеса и землю Своим могуществом. Для Тебя нет ничего невозможного. Господи, Ты могуществом и чудесами Своими вывел народ израильский из Египта. Силою рук Твоих сделал Ты это. Величие Твое непостижимо». Насколько огромный Бог. Насколько Он мощный. И одно дело пытаться описать все величие Бога, и другое дело позволить этому величию проистекать через нас. Одно дело, когда ты понимаешь весь его масштаб, и как эти вещи соединить, как уместить в своей голове могущество Бога и свои житейские проблемы. И продолжая называть себя детьми царя, мы не знаем порой на практике, как проявиться, дать этой царской природе в своей личной жизни, в своих ситуациях и с теми вызовами, в которых мы находимся, как действительно по-царски, с достоинством их пройти. И вот здесь самое интересное, что проблема далеко не в Боге. Проблема не с его стороны. Видимо, где-то он встречается с каким-то препятствием с нашей стороны. Видимо, есть что-то, что не позволяет ему со всем тем ресурсам, которым он располагает, пропускать себя через нашу жизнь. Что же это за барьер? Что же это за преграда, которая сегодня выступает в роли какого-то препятствия, которое ограничивает, сдерживает Бога, чтобы так мощно, так сильно и славно двигаться через нас с вами. И именно наш необновленный ум выступает самым большим барьером, с которым Богу приходится разбираться. Представьте еще раз себе Бога. Его величие, Его масштабы, которые желает все, чем Он располагает, пропускать через нашу жизнь. Представьте себе плотину. Я сейчас покажу одну картиночку, которая символизирует по ту сторону, в которой находится такой огромный массив воды, такие огромные просто, ну что ли, объемы этой воды. И вот то, что мы видим с вами, это символизирует всю ту мощь Божью, которой Он располагает. Это Его ресурс, это Его возможности, это Его сила, это Его слава. Но есть та плотина, которая сегодня сдерживает. И есть что-то с нашей стороны, что не позволяет Богу с этим огромным ресурсом ворваться в нашу жизнь. И вот мы стоим по эту сторону плотины, и думаем, Господь, вообще есть ли хоть какая-то капля, не забыл ли Ты меня, и есть ли у Тебя силы обеспечить то, в чем я нуждаюсь, и есть ли у Тебя возможность пройти мне путь, которым я сейчас иду, действительно с победой. Господь, есть ли какая-то капля? И вот есть вот эта дамба, плотина, которая в нашем сознании пытается как-то сдерживать Бога. И я хотел бы сегодня о том, как нам вот эту плотину убрать. Что это за плотина? Следующая картинка показывает, по сути, вот ту самую идею. Я думаю, что многие из вас знают, что от диаметра трубы зависит ее пропускная способность в единицу времени. Ну, то есть, один маленький небольшой краник может пропустить, допустим, литр воды за одну минуту, но огромный диаметр трубы может тот же самый объем пропустить за одну секунду. И Бог хочет, чтобы мы расширились в своем представлении о нем, в своем диаметре своего сердца, своего мышления, своего подхода к жизни, чтобы он мог больше пропускать себя через нас с вами. И кто-то, может быть, скажет, «Знаете, но мне вполне устраивает то, что наполнено в моей жизни. Меня вполне устраивает то, что я испытываю в своей жизни. И даже, возможно, есть какой-то избыток. Но что мешает нам сказать, «Господь, я хочу, чтобы ты тек больше через меня, чтобы я, как Авраам, был благословением для других людей. И я хочу, чтобы больше и больше тебя протекало через меня». Просто представьте, сколько нужно времени, чтобы тот объем воды за плотиной мог протещить этот краник. Возможно, даже жизни не хватит. И Бог говорит, «Мне не хватит, похоже, вашей жизни, чтобы всего себя провести через вас. Потому что объем вашего мышления, объем вашей веры, объем вашего ограниченного понимания меня не позволяет мне так мощно пропускать себя через вас. А можно ведь по-другому. Представьте себе следующую картинку, которая показывает, что ведь можно позволить Богу и вот так течь в нашей жизни. Можно пробить эту плотину, а можно вообще ее снести. И вот Бог хочет растягивать нас, чтобы мы с вами не были узкими в том понимании, какой Он. Чтобы мы не ограничивали Его своими шаблонами, своими какими-то сценариями, которые мы уже Ему предложили. Он показывает, «Я хочу двигаться мощно в вашей жизни, но именно то, что есть сегодня в вас как ограничение, вы не даете моей царской природе в вашей жизни полноценно проявиться». Псалом 2.8. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Вот какой Бог. Он говорит, «Проси у меня, дерзай о больших вещах, будь смелым. Я многими вещами располагаю. Проси у меня, и я дам тебе». Бог хочет развить в нас способность мыслить шире, а ожидать большего, стремиться к новому, и как результат большие вещи с нами будут происходить. Поэтому, говоря об умножении плода, о развитии новых результатов и достижений, нам нужно в первую очередь поговорить об умножении своего понимания Бога, об умножении своего мышления. Иова 15.8 в одном переводе сказано, «Ты в планы Бога посвящен Иов, и ты ограничиваешь мудрость самим собой». Вот одна из рекомендаций, вот одно наблюдение друзей Иова. Ты ограничиваешь мудрость Божью самим собой. Может быть, мы сами ограничиваем Бога? Может быть, мы в чем-то не даем Ему мощно проявиться из-за своих ограниченных представлений, из-за узости своего подхода? Именно что-то в нас нужно изменить, чтобы Бог мог мощнее проявиться. У Бога нет трудностей с финансами, у Бога нет трудностей с исцелением, у Бога нет трудностей с новыми открытыми дверями, у Него нет трудностей с новой половинкой для нас, со второй половинкой. Но есть трудности с тем, как мы его воспринимаем, есть трудности с тем, как мы его считываем. Посмотрите на эти контрасты. Контрасты, где ограниченность человека встречается с неограниченными возможностями Бога. Представьте себе Авраама. 75 лет этому человеку. Бог приходит, ну, по сути, в преклонную возрастом семью. Авраам и Сара. У которых не было детей. И Бог говорит о том, что я не просто дам вам ребенка, я дам вам наследие в виде огромного количества потомков. Ну, ни много ни мало Сара имела две большие проблемы. Она с детства была неплодной, да еще и именовала возраст где-то рождения. Авраам, в принципе, был в преклонных летах. То есть Бог показывает, что меня не смущает ваши человеческие ограничения. Меня не смущает ваш опыт, который вы видели в своей жизни. Меня этим не напугаешь. Меня этим не собьешь. Есть что-то, что я сейчас сделаю на этом контрасте, что даже если мир не мог и предположить, что у вас когда-то будет сын, то я вам скажу больше. У вас их будет столько, сколько песка на берегу, сколько звезд в небе. И вы не сможете это даже посчитать. Когда встречается ограниченность человека и Божьи масштабы. Когда встречается Божий огромный водоем и наш маленький краник. И Бог говорит, расширяйтесь, расширяйтесь. Именно вы сдерживаете меня. Вы не даете мне ворваться со всем тем, чем я располагаю, со всем тем, что я в себе имею. Представьте себе израильский народ, который живет в пустыне, у которых одежда не ветшала 40 лет, обувь не снашивалась 40 лет и не было в колене их болящих ни одного человека. Разве можно где-то такое сейчас подобное увидеть? Они кушали в пустыне лучше, чем многие люди кушают в развитых городах. Ограниченность человека встречается с неограниченными возможностями Бога. Вот взгляд человека. Что есть полезного в пустыне? Как можно прожить в пустыне 40 лет? Их одежда не ветшает, их здоровье не ухудшается, и они благословлены там. Потому что есть взгляд человека и есть взгляд Бога, который показывает, я гораздо больше, чем вы себе представляете. Я гораздо шире, чем сегодня вы меня вмещаете. Однажды Иисус, находясь среди огромной толпы людей, понимает, что уже время позднее, люди проголодались. И вот поступает предложение от его учеников. Луки 5 глава с 4 стиха. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину, прошу прощения, Луки 9 глава 12 стих. День же начал склоняться к вечеру. И приступив к нему 12, говорили ему, отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и деревни ночевать и достали пищи, потому что мы здесь в пустынном месте. В одном из периодов сказано, мы здесь в пустом месте. Вот взгляд ограниченного человека. Они понимают, магазинов нет рядом, еды у нас нету. И исходя из того, что они видят, они и соответствующие предложения предлагают. Нам нужно идти. Когда мы видим какую-то нехватку, то, как мы видим, то мы и будем предлагать. Не нужно просто взять кредит. Не нужно взять ипотеку. Есть то, что мы видим, и то, на что мы смотрим, определяет то, что мы будем предлагать, то, что мы будем делать. Но вот Иисус, и Он не собирается никуда уходить, потому что Он видит ситуацию как-то иначе. Он как-то по-другому смотрит. У Него взгляд гораздо шире, и у Него настолько широкое зрение, что Он понимает, что мы не в пустом месте. Мы не в пустынном месте. И вот как звучит 17 стих. И ели, и насытились все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. Вот взгляд человека. Мы в пустом месте. И взгляд Иисуса 12 коробов, которые остались. И может быть, сегодня ты думаешь, я в пустом месте. Я не вижу, как победить эту ситуацию, как решить ее, как пройти ее. А Иисус говорит, я не просто ее могу закрыть, прикрыть, как-то еле-еле удовлетворить. Здесь еще и останется с лихвой. Это Иисус говорит. У меня свой взгляд на происходящее. Когда встречается ограниченный разум человека с неограниченными возможностями Бога, происходит некий конфликт. И кто кого сейчас победит. Либо мы отдадим отпор Богу, либо мы подчинимся под Его головой, скажем, Господь, расширяй меня, растягивай меня, развивай меня. Потому что я понимаю, что от моего понимания Тебя будет зависеть, насколько мощно я смогу Тебя пропустить через свою жизнь. Итак, Бог желает нас вести к умножению. Псалом 113, 22. «Господь умножит вас более и более, вас и ваших детей». Более и более. И я вижу, что в этом стихе нет предела нашему развитию. Он говорит, я более и более умножу вас и ваших детей. Где бы мы сейчас ни были, Бог говорит, есть больше. И ты думаешь, как? Я уже, мне кажется, уперся в потолок. Ну, куда больше? Но когда ты сделаешь этот даже шаг, растянувшись, придя в новое место, там Бог, знаете, что скажет? Есть еще больше. Есть еще больше. Я могу умножать Тебя до бесконечности. И такая есть фраза, пусть небеса будут нашим пределом. Единственный предел – это небеса. Бог говорит, я умножу Тебя больше и больше. Тебя и Твоих детей. Нету предела этому развитию. Не может быть такой ситуации, такой картины, что ты так высоко поднялся, что Бог говорит, слушай, а дальше я не знаю как. А дальше я не знаю, как тебе помочь. Я так высоко еще сам не поднимался. Мы Бога не впечатлим своим достижением, своим уровнем. Он говорит, всегда будет больше, куда можно будет идти. Исход 34, 24. Когда придешь в свою землю, я изгоню твоих врагов из этой земли и расширю твои границы. У тебя все будет больше и больше земли. Допустите себе эту мысль, что у Бога есть больше. Больше в плане нашей семьи, в большем плане нашего здоровья, больше в плане нашей церкви, больше в плане моего здоровья. У Бога есть больше. И не ограничиваем ли мы Его своими картинами, своими представлениями, своими сюжетами, своими сценариями, которые мы Ему даем. Поэтому, именно развивая свое мышление, мы расширяем и границы своего влияния. Я вам покажу сейчас интересный пример из жизни Петра. Апостол Петр, казалось бы, просто в 9 главе книги Деяний поселяется в доме одного человека. Но параллельно развиваются две истории, два больших события. И пока эти истории вообще не связаны друг с другом. Есть языческая семья Корнилия. Мы знаем, что он был очень влиятельным человеком. У него была большая семья. Он занимался благотворительностью, он молился. И Господь думает, как мне сейчас достичь этого человека. Мне нужно найти кого-то, кто будет способен достучаться до сердца этой семьи. И ему нужно человека какого-то подготовить, потому что мы знаем, что иудеи с язычниками что? Не сообщаются. Получается, ему прежде, чем кого-то из иудеев отправить к язычнику, нужно сначала просветить иудея в отношении того, что Бог не против язычников. Получается, пока он такого человека не найдет, он не сможет через человека послужить языческой семье. И вот что происходит в 9 главе. Петр оказывается в доме кожевника. Это было нечистое занятие среди иудеев. Люди, которые кодили кожу, занимались этим ремеслом, считалось, что это нечисто. Это неправильно. Но кому-то все-таки приходилось этим заниматься, и эти люди жили на окраине, они стирали свои одежды, они проходили некоторые обряды омовения, чтобы как-то себя отстранить от того, с чем они имеют дело. И Петр живет в доме этого человека, написано, долгое время. И он понимает, Господь, в 9 главе, он большие делает исцеление, воскрешение мертвого человека. И он думает, Господь, я живу в доме нечистого человека, но я вижу, что ты все равно в моей жизни действуешь. Что-то начало происходить с его сознанием. Потом он видит видение в этом же доме, где на огромном покрывале спускаются, ну что ли, разные пресмыкающиеся гады. И Бог ему говорит, заколи, Петр, и ешь. И что делает Петр? Петр трижды отказывает Богу. Трижды отказывает. Петр, подожди, к тебе же сам Бог обращается. Он трижды обращается к Богу. Говорит, нет, я это не могу сделать. Я не могу это сделать. И бывает вот так, ты читаешь Священное Писание, и Бог тебе обращается, растягивая тебя, а ты Богу говоришь, нет. Я не готов к этому. Такого в моей жизни не было. Такого не было в моей семье. Такого никогда не было. Я такую цифру никогда не держал в своих руках. Бог говорит, ей что-то больше. Не-не, и ты отказываешь Богу. Ой, Бог, чтобы я так быстро исцелился. Нет, у нас церкви обычно исцеляются минимум за полгода. Ой, Господь, и ты начинаешь Богу давать свои варианты. А он говорит, подожди, я растягиваю тебя. И ты отказываешь Богу, когда Петр отказывает ему. Но процесс идет. Процесс идет. И он живет в доме язычника. Точнее, в доме человека, который занимается нечистым ремеслом. Он видит это видение. Что-то начинает происходить. Написано, что Петр начал думать об этом видении. Вдруг приходит человек. Даже несколько людей от дома Корнилия. И говорят, а здесь ли Петр живет? Он говорит, да, я здесь. Мы к вам пришли от Корнилия. Нас прислал Корнилий, который видел ангела. Петру говорит, Дух Святой, иди с ними, потому что это люди от меня. Петр думает, интересные какие-то события происходят. И когда он приходит в дом Корнилия, в деянии 10 главе 34 стихе, он озвучивает такие слова. «Истинно познаю». Теперь я понимаю, что Бог действительно... Это у вас какой-то другой перевод, да? «Истинно, что Бог беспристрастен». В обычном синодальном переводе звучит, что Бог нелицеприятен. Нелицеприятен. Там не сказано «Истинно познаю, что Бог стал нелицеприятным». Не так сказано. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен». То есть, получается, Бог был таким всегда, но сегодня это понял Петр. Бог таким был всегда, но сегодня Петр это понял. И бывает, ты читаешь Писание, думаешь, «Вау, Господь, как же я раньше этого не видел». Бог говорит, «Я таким всегда был, только сегодня ты со мной познакомился поближе». Бог растягивает тебя. Бог растягивает тебя. И получается, когда Петр жил в доме этого человека, который занимался нечистым ремеслом, потом видел это видение, потом пошел с этими людьми, и он говорит, «Слушай, Бог, до меня дошло. Все пазлы сложились, я понял». И теперь он проповедует этой семье, и он принимает то, что происходит там в плане спасения, потому что Бог растянул его, это 10 глава Деяний, но в 11 он приходит к своим апостолам и братьям, к апостолам приходит. И что они говорят? Они упрекали его. А почему? Это же апостолы. Потому что у апостолов еще не было этого понимания. И бывает, ты смотришь на чью-то жизнь и думаешь, как-то быстро он исцеляется, а это вообще никогда не заболевает, а это как-то все хорошо с финансованием. Бог, почему это? Он говорит, просто они уже что-то поняли, чего еще пока не понял ты. Поэтому не упрекай их, а дай мне возможность тебя обновить. Дай мне возможность с твоим мышлением поработать, растянуть тебя. У них диаметр их трубы чуть шире, поэтому я чуть больше в их жизни протекаю. Растяни себя, растяни себя, не сдерживай меня. Итак, Бог ведет нас к умножению, но как? Через умножение нашего взгляда, через расширение нашего сердца. Как Бог расширяет наше мышление? Каким путем он сегодня пойдет? Что ему нужно для этого сделать? И первое здесь это Евсианам 1,18. Павел говорит, я молюсь о том, чтобы Бог просветил очи вашего сердца. И вы увидели, что представляет собой та надежда, к которой он вас призвал. Какое великое богатство славы его, которые получают в наследство святые. Павел пишет, знаете, я что-то понял. Вот у меня все пазлы сложились. Вот бывало такое, когда вы что-то читаете долгое время, а потом вдруг раз, один у меня от вас что-то открывается. Вы думаете, Бог, как я раньше этого не замечал? Как я раньше этого не видел? И вот как будто Павел здесь пишет, я такое обнаружил. Я такое увидел, каким богатством обладают его дети. И он говорит, я просто молюсь за вас, чтобы Бог просветил очи вашего сердца. Он говорит, я просто молюсь, чтобы Бог просветил очи вашего сердца. И видно, что Павел сейчас ревнует о том, что он что-то узнал. Он к чему-то прикоснулся и говорит, Бог, откроем это. Поэтому если наши глаза будут закрыты, не физически, и глаза нашего сердца, то физически никогда этого не увидят. Первое, что нам нужно, чтобы Бог просветил наш взор. Чтобы Дух Святого какие-то вещи открыл. Поэтому есть какие-то вещи, которые невозможно увидеть, если этого не видит наше сердце. Именно поэтому ты можешь говорить людям о спасении, приведить много примеров, рассказывать свидетельства. Но если Бог не откроет, если Дух Святой не просветит, то это будет сделать невозможно. Именно здесь Иисус говорит, Петр, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой Небесный. Есть что-то, что нам должен открыть Господь. Как ты читаешь, и может быть какая-то скорлупа внутри твоего сердца, возможно какая-то броня, и ты просто с этим не соглашаешься. Ты как Петр отказываешь Богу трижды, а потом говоришь, Господь, я понимаю, я начинаю это видеть. Я начинаю что-то осознавать. И Бог растягивает тебя, растягивает тебя, и твоя труба становится шире, пропускаемая способность увеличивается. И Бог говорит, отлично, отлично. Теперь я больше могу себя в твоей жизни проявить. Итак, первое здесь. Нам нужно, чтобы мы позволили Богу и Духу Святому просветить наш взор нашего сердца. Второе, без чего это невозможно, это работа с Писанием. Римлян 12, глава 2 стих, в еврейском переводе звучит так. Иными словами не позволяйте себе приспосабливаться, вот интересное слово, приспосабливаться к меркам этого мира. Вместо этого непрестанно преобразуйтесь через обновление своего ума. «Непрестанно преобразуйтесь через обновление своего ума». Когда мы родились свыше, наш цвет глаз не изменился, цвет волос не изменился, мы остались с того же роста, у нас остались те же привычки, но изменилось наше духовное содержание, наша духовная природа. И мы стали новым творением во Христе Иисусе, потому что наш дух изменился. Но что не изменилось? Что не изменилось? Что не обновилось? Что мы будем постоянно обновлять? Это наш разум. Это наш разум. И работа с Писанием помогает нам в этом смысле. И еще он говорит такие слова. Не позволяйте себе приспосабливаться к меркам этого мира. И есть что-то в этом мире, что нам постоянно пытаются примерить. Примерить тенденции этого мира, примерить их взгляды. Мир пытается примерить свои какие-то возможности. Мир пытается примерить нам свои традиции. Свои подходы. Мир говорит тебе следующее. Что каждый раз осенью ты должен переболеть гриппом. Это то, что пытается примерить мир. Но то, что примеряет Слово Божье, ранами его выисцелилить во имя Иисуса Христа. Мир пытается примерить те, что когда кризис, у всех все плохо. А Бог говорит, я тебе хочу примерить другое, что Исаак сеял в неурожайные года и получил восток от урожая. Это то, что пытается примерить нам Слово Божье. Поэтому, говорит, расширь себя, расширь, не приспосабливайся, не пристраивайся к миру, не синхронизируйся с Ним, а синхронизируйся со Словом Божьим. И нам нужно в этом смысле Писание, чтобы оно попадало в наши глаза, в наши уши, обновляя нас. Матфея 9,17. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Не вливают вино новое в старые мехи. Просто представьте. Возможно, у вас было подобное в квартире. Когда у вас труба начинает течь, что делать? Вам просят, первое, это перекройте водоснабжение. Потому что, если чуть дать больше напора, то трубу просто разорвет. Представьте себе, если вот этот маленький краник, который мы с вами видели, и та даба, и тот объем воды, и Бог даст напор мощный. Что будет с маленькой трубой? Ее просто разорвет. Бог говорит, вы не выдержите того, что я хочу дать. Вы не сможете это ни принять, ни впустить. Вас просто разорвет. Потому что то новое, что я хочу вам принести, не сможет удержать то старое мышление в виде мехов, которыми вы располагаете. Поэтому вам нужно обновить свое мышление. И по соразмерному обновлению нашего мышления будет вливаться новое мехи, новое вино. Он говорит, обновляйтесь, обновляйтесь. И чем больше вы расширяетесь, тем больше я смогу себя через вашу жизнь пропустить. В Писании сказано, лисицы имеют норы, и птицы небесные имеют гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Речь, конечно же, не про то, что у Христа не было физического места, где спать. У него был свой дом, у него было много учеников, у него было много разных мест, где преклонить свою голову. Речь совершенно про другое. Он говорит, я ищу те головы, где я смогу преклонить свою. И я ищу те головы, которые будут готовы вместить то, как я мыслю, то, как я подхожу к тому, что происходит. Я ищу ту голову, которая скажет, что мы не в пустом месте, а ту голову, которая скажет, здесь 12 коробов еще останется. И я ищу людей, которые позволят мне мое царское мышление, царскую природу заземлить в своей жизни, в своем мышлении. Итак, нам нужна работа с Писанием, оно обновляет нас. Нам нужно расширение сердца. Прежде чем мы во что-то войдем, прежде чем новый напор от дамбы к нам придет, сначала нужно сделать шире отверстие. Поэтому сначала, прежде чем мы увидим какие-то перемены, какие-то результаты, Бог расширит картину внутри нас. Исайя 60 глава, с первого стиха. Свет мой, Иерусалим, поднимись, твой свет пришел, и слава Господа будет над тобою сиять. Земля еще покрыта тьмою, во мраке народы, но воссияет над тобой Господь, и слава его над тобой взойдет. Придут народы к свету твоему, придут цари к сиянию восходящему. Это пока не то, что сейчас происходит. Это, пророк говорит, это то, что сейчас будет происходить, но вы начните этого ожидать. Я вам определенную картину в вашем сознании сейчас рисую. Видишь, народы собираются и идут к тебе, пока этого нету. Это пока то устремление, которое Исайя сейчас перед ними вырисовывает. Видишь ты тех людей, они идут к тебе, это твои сыновья идут издалека и дочери твои вместе с ними. Ты увидишь их и засияет от счастья твой лик. Сначала ты испугаешься, но потом возрадуешься. И в другом переводе сказано следующее. Сначала ты возрадуешься, а потом затрепещешь и расширится сердце твое. И потом продолжение. И потому придут богатства моря и обратятся к тебе. Достояние народов придет к тебе. Сначала должен расшириться. Сначала ты испугаешься, но потом возрадуешься. У вас такое было, когда Бог вас пугал своими перспективами. Когда Бог пугал вас своими вызовами, думаешь, Господь, я и в этом нетрудно представить. Вот обычный пример из нашей жизни. Сначала ты не знаешь, как вообще быть с ребенком, ты немножко боишься, ну как, у тебя не было такого опыта, а потом ты уже справляешься с одним, с другим, и дети уже счастья. Сегодня ты думаешь, ну как это я, без прав, как я могу машины водить, это же, это такое движение, это так тяжело. А потом думаешь, а как я вообще без машины раньше обходился. Сначала нас что-то пугает, а потом это создает нам радость. Бог растягивает нас, не бойся, не бойся, не бойся. И в этом плане нам нужно в разных областях нашей жизни увидеть, где Бог нас растягивает, потому что результатом растяжения будет большая пропускная способность, которая нам позволит больше Бога в своей жизни наблюдать. Расширение сердца, расширение нашего взора. Бытие 13 глава, 14-17 стих. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои с места, на котором ты теперь». Вот мы сейчас стоим на каком-то месте, а Бог говорит, «Подними взор свой, чуть дальше посмотри, чуть дальше посмотри, к северу, к югу, к западу, к востоку, посмотри чуть дальше, подними взор, слишком на очень маленькую площадь ты сейчас смотришь, слишком маленькие вещи ты обозреваешь, тебе нужно чуть выше подняться, чуть дальше простирать твой взгляд, чтобы увидеть большие вещи, которые я для тебя приготовил». Он говорит, «Авраам, подними с этого места твой взор, посмотри к северу, к западу, к югу, востоку, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам и потомству твоему. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Она еще пока не твоя земля, но ты пройдись по ней, ты пройдись, ты начни привыкать к ней, начни привыкать. Может быть, вы мечтаете о какой-то, я просто на житейских примерах, может быть, вы мечтаете попасть в какую-то школу, мечтаете купить себе какую-то квартиру, просто проедете возьмем на нее и посмотрите, мне нравится здесь это место. Господь, спасибо, я вижу себя там, Господь, я начинаю привыкать к этому, Господь, спасибо тебе, я вижу, как я действую в дарах Святого Духа, Господь, спасибо, я привыкаю к этому месту, мне нравится, и вы начинаете, ну что ли, как-то чувствовать себя комфортнее, вы начинаете отождествлять себя с теми вещами, которые до этого не пытались себе примерить. Он говорит, Авраам, пройдись, пока земля не твоя, но я дам тебе ее, пройдись по ней, начни привыкать к ней, посмотри на твои владения, посмотри на эти вещи, они будут твоими. Нам нужна вера для расширения. 2 Коринфянам 10-15. Надеемся, что вера ваша будет все возрастать по мере этого и наши пределы, широко раздвинуться. Интересное местописание. Вера будет раздвигать наши пределы. Сказано о Христе, от Него исходила сила, помните, и исцеляла всех. От Него исходила сила и исцеляла всех. То есть у Него достаточно силы, чтобы исцелить каждого, неважно какая болезнь. И вот Он приходит в свой родной город, Марка 6 глава, мы прочитаем с 3 стиха. Марка 6 глава с 3 стиха. Вот что мы наблюдаем. Марка 6 глава с 3 стиха. Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосифа, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры и соблазнялись о нем? 4 стих. И Иисус же сказал, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве и у сродников и в доме своем? 5 стих. И не мог совершить там никакого чуда. Как это, Иисус? Ты не можешь? Ты же всемогущий. Он говорит, плотина есть. Есть плотина. Я имею силу исцелить всех, но в данной ситуации не могу. Есть плотина между мной и вами. Ваша пропускная способность слишком маленькая. Лишь на немногих больных вложил руки и исцелил их. И 6 стих. И дивился неверию их. Неверие. Неверие. Они не видели себе Бога таким. Можно вернуться в 3 стих. Вот что они видели об Иисусе. Вот насколько был узок их взгляд. О чем речь? Не плотник ли он сын Марии? Они видели его плотником. А от плотника что можно получить? Только мебель. Только мебель. И вот так ты бывает смотришь на Иисуса и думаешь ну да, мебель он мне может подарить. А исцеления нет. Ну да, это он мне может сделать. А в этом вопросе не поможет. Как ты его видишь? Просто плотником? Просто хорошим помощником? Он говорит расширьте взор. Я гораздо больше чем вы себе представляете. Я гораздо шире чем вы обо мне думаете. И последнее местописание. Галатам 4.29 можно его не высвечивать потому что чтобы вам не сбиваться я прочитаю другой перевод. Но так же как тогда рожденный в результате послушайте ограниченности человеческих способностей Измаил рожденный Тагаре в результате ограниченности человеческих способностей преследовал акцент на слове преследовал того кто родился благодаря сверхъестественной силе духа ограничения всегда будут пытаться преследовать неограниченные возможности Бога. И он здесь продолжает. Но что говорит Писание изгони служанку и ее сына то есть убери эти ограничения ибо сын служанки ни в коем случае не будет наследовать сыном свободный так что братья мы не дети служанки мы дети свободны получается мы не дети ограничений мы дети свободного Бога у которого нет ограничений и его царская природа пусть проявляется через нас и пусть небеса будут нашим пределом во имя Иисуса Христа Аминь Будьте благословенны Давайте мы с вами поднимемся субтитры Субтитры Продолжение следует...